Кому еще эта жара не к месту, так это рабочим, которые сейчас трудятся на нашем красном драконе. Мост через Иртыш сейчас обновляют. Ворота в Ханты-Мансийске – одна из ключевых частей северного широтного коридора. А еще поистине уникальное инженерное сооружение, которое из художественной точки зрения очень радует глаз. Красным драконом мост прозвали за цветы, очертания конструкций и мощь, которая, кажется, дремлет в металле и бетоне. Будто сказочный змей прилег отдохнуть на берегах Великой Сибирской реки. Мост, кстати, занимает второе место в России по красоте. Он соединил берега Иртыша 15 лет назад. За год окрас поблек. Конструкциям это ничуть не вредит, но лоск утрачен. И вот прошлой ночью с дракона начали сдирать шкуру. За процессом наблюдал Павел Желтов. Уникальный во всем небывалый проект, новейшие по тем временам технологии и стахановские темпы строительства. Впервые мостовики вышли на берег Иртыша в январе 2002 года. А уже через год и девять месяцев по красному дракону проехали первые автомобили. Центральная часть была готова в апреле 2003-го. Она покоится на опорах, которые ходят под русло на 40 метров. Конструкцию собрали на берегу, а потом на баржах доставили к опорам. Тоже, надо сказать, инженерная задача не из легких. Говорят, Красный дракон стал любимым детищем легендарного мостостроителя Валентина Солохина. Он, кстати, строил Ивантовый мост через Обсургутском районе. Мосты есть малые, средние, большие и неклассные мосты. Вот Иртыш относится к этому, к неклассным мостам, потому что сооружение это очень интересно. Не только по своим размерам. Там 1316 метров длина его. Но и он, значит, здесь, он настолько будет мост. Такого вы не дойдете во всем бывшем Советском Союзе. Если проедете такого моста, вы нигде не увидите. Вот такого пролета, вот такого очертания. Открыли движение по мосту через Иртыш в сентябре 2004 года. Конструкцию осветили и первым транспортом, который коснулся колесами аспальта Красного Дракона, стал свадебный кортеж. Такая торжественность была очень уместна. Мост через Иртыш стал одним из звеньев северного широтного коридора. Автодороги, которая связала Перм с Томском, через Серов, Ханты-Мансийск, Нефтьюган, Сургут и Нижневаттовск. Сегодня по нему проезжает около 5000 машин в сутки. Кстати, на кадрах 15-летней давности видно, какого цвета были фермы моста. Таким он и станет до конца октября. Подрядчик собирается потратить 50 тонн краски. К слову, первый конкурс на подряд объявили еще в прошлом году. Только браться за работу никто не решался. Слишком уж внушительный объем. Общая площадь поверхности, которую предстоит покрасить, 40 тысяч квадратных метров. Плюс высотные работы. К слову, по словам заказчика, в плане работы шли изменчивую югорскую погоду. Будет несколько этапов. В первую очередь, конечно, будем стараться по хорошей погоде выходить на верхнюю часть моста, чтобы красить. А когда будет период дождевый, будем стараться с помощью укровных перил окрашивать перильную часть. Ну а сейчас на мосту в буквальном смысле пыль столбом. В локальных масштабах, правда, с помощью пескоструйного аппарата рабочие очищают поверхности. Под давлением 4 атмосферы. Отработанный песок вместе со старой краской собирают в мешки. Потом его используют в дорожных работах. Весь процесс заказчик работ постоянно контролирует. Часть старой окраски конструкции перильного ограждения. Вот в этой стороне уже очищенные металлоконструкции. Вот этим прибором, который называется компаратор, определяется степень очистки и подготовки поверхности перед нанесением лакокрасочного покрытия. По технологии в чистом виде металл может простоять не больше 6 часов. Так что к нанесению первого слоя грунтовки бригада вот-вот приступит. Сейчас пока занимаются перилами. На следующей неделе возведут леса под центральной секцией и возьмутся за самую красивую часть моста. В течение 4 месяцев наш дракон трижды сменит цвет. Сначала он станет блестящим цвета чистого металла. Потом посереет из-за грунтовки. И в октябре окончательно станет красным. На это все уйдет около 50 тонн краски. Для сравнения, это примерно железнодорожный вагон. Все работы должны закончить до 31 октября. Павел Желтов, Владимир Дадыко, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Канты-Матейск. Специально для программы «Больше чем новости». Продолжение следует... Продолжение следует...